Ну смотрите, мир автозвука настолько сейчас разнообразен и интересен, да, и мы стараемся всегда что-то попробовать интересное. Сегодня будет речь о бренде Skylore. Сейчас про все вам расскажу, и мы в стенде немного послушаем. Еще момент важный. То есть сигнал можно привести в усилитель от магнитолы, от штатной или от уже не штатной, двумя способами. Здесь у нас в линейке представлены четыре усилка. Смотрите, размер с маленькую ладошку. Еще у них есть очень интересный саб. Там какой-то диффузор какой-то двойной. Ребята сделали что-то необычное, нестандартное. Дальше еще интереснее пошло, да, акустика SkySound. Парни, здорово, уральскую пятерочку, вы находитесь в магазине Автокаста. Вот, просьба, огромная просьба, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и колокольчик обязательный. То есть я являюсь зрителем каналов некоторых, и вот колокольчик, который напоминает всегда, забывая ставить и пропускаю самое прикольное. У нас на канале только позитивные ролики, только интересные, и мы стараемся показывать то, чего не показывает никто. Поэтому не пожалейте лайкос обязательно и, соответственно, подписку. Ну, как бы это именно, я думаю, вам будет полезно и интересно, ну и нам очень приятно. Ну, смотрите, мир автозвука настолько сейчас разнообразен и интересен, да, и мы стараемся всегда что-то попробовать интересное. Сегодня будет речь о бренде Skylore. То есть ребята находятся в Самаре. У нас, соответственно, уже ни для кого не секрет, уже давно разделились города, что во многих городах и центра России, и юга, да, и с севера у нас производят акустику. Мы решили попробовать данный бренд. Есть одни мысли, почему это сделали, я вам это расскажу. Ну и параллельно с тем, что хотелось, мы еще привезли акустику, вот. И, соответственно, сейчас про все вам расскажу, и мы в стенде немного послушаем. Есть у меня мысли по этому поводу. Давайте про усилки. То есть мы завезли усилители линейки именно D-Digital, они называются усилки. Почему я их завез? Потому что есть очень интересная потребность и, как бы, важный момент, это размер, друзья. Размер плюс ценник. То есть если взять усилки класса D, такого размера у каких-то американских дорогих производителей, то будет дорого, реально. Здесь у нас в линейке представлены 4 усилка. Двухканальник, это четырехканальник и два моноблока. 1.600, 1.1200. Моноблоки работают в 1 Ом. Это что значит? Что любой сабвуфер с любыми катушками вы сможете на него подключить. Это очень важно, потому что все сабвуферы в основном идут с катушками 2 плюс 2. И чтобы получить больше мощи, приходится подключать параллельно в 1 Ом. Но многие производители, делая дешевые усилители, в 1 Ом работу не имеют. Поэтому вы если подключаете, у нас есть ребята, кто приезжает на настройку, на совет. То есть получается, что очень сложно сделать именно такое подключение или усилок сгорает. Разные возникают нюансы. Поехали. 2 на 80. Смотрите, размер с маленькую ладошку. 80 Ватт на 2 канала в 4 Ом. И соответственно у него также есть работа мостом. То есть можно им запитать небольшой сабвуфер. В 4 Ом качественный саб вот этим малышом. Цена вопроса 4500 рублей. То есть я прям усилком восхищен. Вот эти усилки мы уже, перед тем, как снимаем видео, мы уже их и поставили. Нормальное количество я отправлял ребятам в другие города. Все у всех работает стабильно, классно. Еще момент важный. Как сказать. Если вы немного разбираетесь, ну подскажу. То есть сигнал можно привести в усилитель от магнитолы, от штатной или от уже не штатной, двумя способами. Через линейный кабель. Вот он, input, вход. А также если у вас штатная магнитола и нет линейного выхода, здесь есть высокоуровневый вход. Но единственное, по этому входу надо, как сказать, попробовать. Потому что в некоторых машинах при подключении по этому входу начинают быть какие-то неизвестные звуки. То есть так называемые наводки или фон. Но нужно попробовать, может быть в вашем автомобиле все будет отлично. То есть что мы делаем? Дооснащение нашей штатной системы в любой машине. Покупаем динамики за 3000 рублей. Покупаем усилок за 4500 рублей. И покупаем комплект проводов за 2000 рублей. И ставим его под сидушку. Все. Система заиграет намного интереснее. Цена вопроса до 10000 рублей. Вот с этим малышом. Если хотите сап, бас, хотите бас мягкий, приятный. Берете любой сапик в районе 4000-5000 рублей. Плюс короб там 2. Можно сразу закрытый сапик взять в закрытом ящике. Усилок, провода тоже 10-12000 рублей. У вас готовое саповое решение при очень минимальном питании. То есть питание, соответственно, он потребляет очень мало. Дальше смотрим. Смотрите. Тут важный момент. То есть если мы используем его на фронт, то есть использование только одного фильтра HPF. То есть мы нашу акустику можем исключить все низкие частоты. Сделать так, чтобы настроить ее от скольки она будет играть. И поверху порезать здесь усилителем не получится. Она будет играть до скольки может. Вот так сказать. Всю полосу. Дальше, ребят. Если на сап используем, включаем фильтр LPF. И, соответственно, уже настраиваем фильтром LPF до скольки у нас работает сап. И у нас при этом есть, соответственно, ну все получается. То есть мы настроить сможем LPF только ту частоту, до скольки у нас будет работать сабвуфер. Вот и все. Можно использовать на мидбас, кстати. То есть мидбас тоже. Ну это совсем уже должен быть низкоиграющий мидбас. Ну вот такой вот усилок, ребят. Двухканальник. 4500 рублей. Я вообще им, честно, очень доволен. Дальше в линейке усилок такой же 4-х канальник. Тут все то же самое, только он уже размером, так как 4 канала он размером с 2 ладошки. С 2 ладошки. У него есть работа в мосту 2х240 в 4 Ом. То есть можно к нему подключить 2 каких-то мощных динамика. И, соответственно, минимально допустимая нагрузка 2 Ом. В 2 Ом он нам выдаст по 120 Вт на канал. Тоже вполне-вполне неплохо. Здесь уже у него, так же, я, если честно, скажу вам, не пойму одну вещь. Тут написано у них, что диапазон воспроизводит частот, ну правильно, от 20 до 20 тысяч Гц. Но регулируемый кроссовер будет от 40 до 250 Гц. То есть частоты он производит все. Если процессорный аппарат, мы выпускаем полную полосу Full. И частоты будут воспроизводиться все. Но если вы хотите воспользоваться данными настройками усилителя, то вы можете регулировать от 40 до 250 Гц такой кроссовер. Вот такой вот момент. Определенно это усилки еще той формации. Но все усилки раньше так и были. Они так и делались. То есть нельзя было там поверху 500 Гц тысячу сделать. Вот такая модель. У него цена будет 6900 рублей, друзья. Я вот сейчас. 6500. 4500, 6500. За 6500 купить такой усилок, такого исполнения, это очень-очень здорово. Линейка Digital 2.80, 4.80. И моноблоки. Пока мы с Пашей готовили видео, я продал моноблок. Было несколько, их 600. Вот, ребята, Вова, тебе привет. И вот у нас остался 1.1200. Причем самый такой классный момент, что максимально допустимая нагрузка 1 Ом. Усилки работают в 1 Ом. Смотрите. Три ладошки, 1.1200. Тысяча, тысяча, у него 1200, называется это максимальная мощность при 14.4, 1200, но по факту номинал 1000 Вт. Но это тоже, в принципе, неплохо. 1000 Вт по ценнику он будет стоить 8800 рублей. То есть до 9000 рублей такой вот моноблок. Это классное решение. Кикс такие моноблоки-тысячники есть. Они в районе уже 10 тысяч рублей стоят. Там 1100 тоже у них номинал. Ну, провода здесь идут. Четверка питания. Все просто здесь по подключению. И также фильтры идут, соответственно, от 40 до 100 Гц. Есть фильтр LPF. Есть буст-фильтр. Вот, кстати, тоже, который будет нам резать снизу. То есть это именно моноблок сабовый. Очень удобно. То есть вы настроили от скольки до скольки будет работать у вас, соответственно, сабик. И есть также высокий уровневый вход. Ну, вот такие моменты. И усилочек 1.600, и он стоит 5900 рублей. Тоже до 6000 рублей моноблок, на саб. Это вообще-вообще приятно. Вот, окей. Убрали усилки. Вы, кстати, находитесь в обновленном магазине автокаста. Свердловский тракт 11В. В Екатии мы на труда 10. Находимся. Приезжайте в гости. У нас уже сейчас сформировалось понимание, что мы хотим вам донести. И мы это стараемся просто воплощать и радовать наших ребят, наших гостей прямо в большом-большом виде. Дальше. Так как хотелось заказать усилки, ну, решили попробовать всю продукцию полностью. Окей. Сабы, смотрите. 4700 рублей. Моделька BS12. Вот такой саб, ну, стандартная корзина уникального, что здесь. Ну, подвес там, хай ролл выглядит, то есть, более, большая площадь диффузора. Прошитый диффузор. Вот так вот выглядит колпачок, он здесь чем-то прообработан, проклеен. Корзина стандартная, штампованная. То есть, максимальная мощность 1000 ватт и 500 у него номинала. Вот. Такой вот саб, то есть, подводяжки сделаны стандартно, то есть, шайба сделана стандартно. Вот эти вот вещи, когда я смотрю обзоры, бывает, про них рассказываю, думаю, блин, кому это нужна информация, вот честно. Ну, там, как эти подводящие. Просто, почему так, и как бы, что это даст, вот так вот. Ну, что здесь, да, за 5000 рублей это классный саб, с классной мощностью по заявке. Больше-то особо нечего сказать. Сделан хорошо. За пятерку, тут особо, знаете, когда мы продаем сабвуферы, и продаем сабвуферы за 5000 рублей, мы говорим, вот, какой тебе саб нравится, по внешнему виду, к чему ближе твоя душа, как бы, что тебе больше. Ну, раз, то и покупай. Все сабы в эти деньги будут работать примерно одинаково, примерно одинаковая надежность. Просто берите то, что вам больше понравилось. Вот и все. Тут все стандартно. Еще у них есть очень интересный саб. Я его заказал, его не прислали. Там какой-то диффузор какой-то двойной. Вот. Я его хотел посмотреть, потому что ребята сделали что-то необычное, нестандартное. Я хотел его привезти, не отправили, не знаю почему, но, возможно, потом отправят. Ладно. Тут два саба, ребята только начинают, как и, в принципе, любой производитель, с чего-то надо начать, создать свою аудиторию, свою базу, да. И мне всегда хочется спросить, а что за придумка, для чего вы это делаете? Просто заработать денег или вы действительно хотите какой-то новый продукт ввести, да. То есть, если новый продукт, отлично, давайте рассказывайте, что здесь нового. Ну, хоррель лирики, да. Я в автозвук очень люблю и домашний звук люблю. Вообще музыку люблю слушать. Поэтому в нашем магазине мы стараемся с вами общаться, как с друзьями, чтобы вы маленько поняли. И вот было азартно. Не просто. Потому что вы поймите, что сейчас вы можете купить все везде. У нас вот есть сайт автокаста.ру, кстати. Ребят, рекомендую, кто с другого города. У нас на сайте очень просто заказать и купить. Мы сейчас очень много продаем по России ребятам. И делаем так, чтобы вы, получив посылку от нас, как будто с нами пообщались, познакомились и как будто побывали у нас в магазине. Мы стараемся делать именно так. Поэтому, если вы не можете до нас доехать, смело пишите в группу, заказывайте на сайте, пишите в личку. Мы вам сделаем очень кайфово, по-честному. Вот в этом как бы весь такой смысл, наша задача. Давайте дальше. Рупора. Рупоров несколько моментов было, но я взял стандарт, так как по ним у немногих дефициты. Мы что получили? Мы получили необычный цвет. Интересно, сочетаются в черных подиумах, скажу вам так. Серебро, причем, сделаны достаточно добротно. Я все посмотрел, знаете, придраться можно к рупорам за полторы тысячи, но тут краска классная. Оранжевый цвет огоненный. Видите, кросс оранжевый. Это же что-то как-то оранжевый. У него футболка есть оранжевая. Видимо, потому что у них какой-то вот оранжевый цвет, я решил их приобрести. Кондер сразу у нас уже припаян. Не нужно паяться, это важно. Сюда плюс, сюда минус от магнитолы подцепили. Немного высоких получили. Цена полторы тысячи рублей пара, друзья. И сейчас я кое-что еще гляну. Я в динамиках-то увидел это, и мне понравилось. Ну, здесь, смотрите, стандартные саморезы в комплекте. Но ими прикрутите, будет тоже красиво. Но мы под шестигранник саморезы стараемся давать. Все, рупора, моделька PRO 40ST. Ну, видимо, 40 это 4 дюйма размер. Скорее всего, ну, как-то это так, что 10 сантиметров. 4 дюйма на 2,54 это 10 сантиметров. Поэтому все вот используют цифру 40. Дальше еще интереснее пошло, да. Акустика, SkySound, это эстрада, да. В эстраде тоже, кстати, скажу вам так, что есть магазины, вот если вы заметили, вы приходите, в эстраде тоже нужно разбираться. А чтобы в ней разбираться, нужно ее до хрени сейчас слушать просто и все, и там понимать. Ну, окей. Название. Вы знаете, у многих брендов есть названия, аббревиатуры, цифры и так далее, слова. Здесь очень круто. Здесь линейка Калибри, да, и линейка Беркут, друзья. Ну, прикольно. Как минимум, название мне нравится. То есть, не будем сейчас, кто-то скажет, да не название выбирают, окей, но все равно. Есть у вас Калибри 20 от Skylore? Есть. Я бы хотел их послушать. И, допустим, с друзьями общаетесь, они говорят, что у тебя за динамик стоит? А у меня динамики Калибри. Ну, круто же звучит. Да, огонь. Или у вас модель Беркут, например. То есть, вы Калибри какое-то время послушали, поняли, что вам звук нравится, и вы взяли Беркут. Прикольный посыл, прикольная подача, отличие от многих. Потому что динамики состоят из корзины, из магнита. Сейчас вам буду показывать. Тоже готовились к обзору, продали линейку Калибри 16. Все не смог их найти на этом. Остались 20. По ценнику, смотрите, тут вообще все очень круто. Сейчас покажу, почему. 16 динамики, цена у них 2000 пара, 2720. Это вообще офигенная цена за такие динамики. Сейчас расскажу, в чем вижу преимущества. Корзина стандарт, я видел кучу таких корзин. Вот эти вот штуки, которые прижимают диффузор, интересно, сделаны. Классные, плотные. Это реально важно. У многих дешевых динамиков они отваливаются. Это раз. Здесь все сделано стандартно. Материалы диффузора стандартные. Колпачок не круглый, а прямой. Кому это что даст, ну, вид какой-то подругой имеет. Интересно сделаны. Смотрите, у них диапазон частот от 100 Гц. Это уже неплохо, потому что они должны вроде как низе отыгрывать. И значит у них небольшой будет панч. Это низкий такой бас перед серединой. И мощность у них 120 максималкой, 60 номинал. Это по-честному все классно. Чувствительность 94 дБ. Но чем выше чувствительность, тем громче динамик. По факту должен быть. Что еще интересно, Паш покажешь на видео. Есть разъемы для подключения параллельных динамиков. Две пары берем динамиков. Подключаем параллельно. Будет подключить в двери удобно. К одним подвели, с других забрали на второй динамик. Это удобно. И также, что мне понравилось, это провод, которым сделаны подводящие. Не тоненький кабель, а такой плоский кабель. И полностью он в шайбе прошит до, соответственно, катушки. Это вот модель за 2700. И дальше, смотрите, коробка. Блин, я ребятам сказал, что коробка меня не впечатлила. Этот картон. Но динамики вроде лежат ровно. Но картон мне не понравился. Ну, не суть. Но самое, что интересное, сеток в комплекте нет, друзья. Но в комплекте есть охрененные саморезы под шестигранник. Мы их, конечно же, дарим. Но такого формата самореза, они их сложно найти. Они небольшие, но как раз для того, чтобы прикрутить динамик. И они смотрятся огонь. В каждом комплекте идут 8 саморезов. Это будет вам как бы презент. Это круто. По звучанию. Я вам сейчас включу, покажу, расскажу свое впечатление. Вот. Есть у меня по ним мысли. Расскажу в процессе прослушки. Давайте. Цена конкурентная. Звучат они привлекательно. С первого раза не было понятно. Но потом я понял, почему мне они понравились. Дальше. Если что-то помощнее в ту сторону, это линейка Беркут. Беркут 3216. 3,820. В принципе, в районе 4000 пара. В районе 3000 пара. Это классно. Давайте посмотрим. Отличия. Уже динамики имеют большой магнит. Больше мощи. И они переваривают. Причем, сейчас я скажу вам. Тут уже 120 номинала. В два раза больше. Ну и заявка от 125 чувствительность чуть поменьше. И полутора дюймовая катушка, друзья. Кстати, вот этих хотел посмотреть. Одна дюймовая катушка. Тут реально полтора дюйма катушка. Вот они приклеились. Саморезы под шестигранник. Вот. Давайте смотрим. Про что я говорил. Про вот эту вот, как сказать, наклеивающуюся часть, которая приклеивает диффузор к корзине. Она здесь попроще, чем у тех. Но тоже все плотно. Никаких косяков нет. Сто процентов. Корзина стандарт. Параллельно подключение есть. Большой магнит. Реально большой магнит. Динамики вывезут нормально мощи. Можно ими поэкспериментировать, повливать. И, соответственно, также подводящие сделаны плоским кабелем. Вот. Это хорошо. Это говорит о надежной работе динамика. Вот. Ну вот, в принципе, такие 16-20-ые. Сейчас мы послушаем, сравним примерный диапазон. Здесь уже каждый идет в своей коробке. И упаковка надежнее, чем у тех динамиков. Но вид имеет на самом деле. И цвет коробок классный. И вообще привлекает внимание. Поэтому в такие деньги это, в принципе, шикарное решение. Поэтому начнем пробовать, сравнивать, смотреть. Потому что есть такая тема, когда, ну, все одинаковое, да, на рынке, например. Хочешь что-то новое. Мы никогда не в своем городе или регионе не стараемся продавать то, что продают все. И поэтому мы стараемся вот какие-то вещи привозить, чтобы показывать это все. То есть поставил бы себе, да, возможно, поставил, попробовал бы. Это интересно. Поэтому также мы вот Russian Bass привезли с ребятами, сотрудничаем. Сейчас будем проводить царевки. Вот Skylore. Попробуем. Ну что, рассуждать долго. Погнали, послушаем рупора. И послушаем 20-чики калибри и 20-чики беркуты. Вот так вот их сравним. Поехали. Я сделал 6300. Ну, тут пищалку отдельно слушать вообще как бы бессмысленно на самом деле. Короче, не суть. Давайте пищалку просто, вот смотрите, как она есть. Она вот такая и такая. Все. То есть чем дороже, тем, соответственно, будет громче, ярче. А у нас сейчас задача 20-х послушать. Что там, нажал чем-то? Чем-то нажал. Вот это такое что-нибудь. Ребята, кто смотрит наш канал, я с удовольствием стараюсь вам что-то включать. Прикольно, интересно, чтобы было понятно. Это вот у нас идут линейка подороже, которая беркут за 3800. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, окей. Пускай будет так. Давай что-нибудь еще. Хочется показать, что-нибудь такое, знаете. Сам диапазон, я сейчас выводы вам сделаю, расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас не будем кучу времени прослушки уделять, потому что реально я не пойму, как можно выбирать из той прослушки, которая есть. Здесь я показал сбалансированные звуки, друзья. Мне в них что понравилось, что они реально сбалансированы, реально. То есть, звук очень прикольный, очень интересный. Кстати, вот, уже саморезом поджали, потому что магнит большой. Вот, звук очень классный, очень четкий. Вот, поэтому линейка стоит к рассмотрению в любом случае. Если вы хотите получить удовольствие от прослушивания, то, пожалуйста, есть наличие. И цена вообще вполне приемлема. Ну, поэтому, вот так вот. Все, давайте всем уральскую пятерочку. Мы стараемся делать для вас классный контент. Обязательно, пожалуйста, ребят, если понравилось, ставьте лайк. Если вы нейтральны, поставьте вот такой лайк. Если вам не понравилось вот такой. То есть, там есть три лайка. Но если этот лайк, он ближе к такому, поэтому ставьте такой вот. Все, вам позитива бодрячка. Это магазин Автокаст. У нас очень крутая команда. И этой командой мы стараемся сделать вас тоже крутыми. Каждый из вас очень крут. Поэтому до встречи. Заказывайте на сайте, приезжайте в гости. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok